Что творится в мире, друзья мои? Вот стоит буквально на один день отлучиться из города, как происходят страшные события. Юргена Клоппа довели в Англии, представляете? После матчевого интервью журналист докопался до него, чтобы добиться от Юргена Клоппа непосредственного осуждения решения арбитра в том, как в этом эпизоде, когда вот Алисон забил свой так называемый автогол. Клоппа явно не хотелось этого делать, но журналист повторял и повторял свой действительно не особенно запретательный вопрос, после чего Клопп сказал ему «я не ваш щенок». Как все-таки богат русский язык? Вот по-английски «я не ваш щенок» сразу понятно, что просто вот «я не щенок» и «я не ваш». А по-русски можно было бы сказать «я не ваш щенок» и было бы совершенно по-другому. Хорошо, что мы живем в России. Фонбет – официальный спонсор клубов Реал Мадрид, Милан и ПСЖ. Это футбольный клуб. Мы встречаемся с вами в ответственном моменте сезона. Наступил перерыв для матчей сборных. А матч сборных – это всегда серьезный стресс для большого клуба, потому что все футболисты разъезжаются в разные стороны. Когда они соберутся, когда, в какой форме приедет – это очень сложный вопрос. Для этих клубов, как Реал, ПСЖ или Милан – это особенно болезненно. Но есть для Милана Реала и ПСЖ и хорошая новость. У них прекрасный партнер – буквальская компания Фонбет. И что бы ни случилось с игроками, Фонбет останется с ними. Фонбет и мой партнер тоже. На сайте и в приложении Фонбет можно совершенно бесплатно смотреть матчи ведущих европейских футбольных чемпионатов. А еще Фонбет дарит новым игрокам беспроигрышную ставку в 1000 рублей. Для того, чтобы получить беспроигрышную ставку, пользуйтесь промокодом «Уткин». Подробности в закрепленном комментарии. К Кюркину Клопу мы еще вернемся сегодня в чуть другом контексте. А сейчас мне хотелось бы поговорить о матчах последнего тура чемпионата России. У меня там несколько ярких впечатлений. Во-первых, конечно же, это матч Сочи-ЦСКА, где ЦСКА пропустил три гола уже к 15-й минуте. И вот в этой связи возникают два вопроса. Первое. Как относиться в этой связи к главному тренеру ЦСКА Алексею Березуцкому? Там же еще и сайт директоров скоро состоится у ЦСКА. Я, правда, не знаю, что на нем будет решаться, потому что сейчас ни трансферного окна, ничего любого иного не происходит. А тренеров сайт директоров ЦСКА в внешнем составе и так уже менял несколько раз и всякий раз непонятно. Если вас интересует мое мнение, я совершенно не читаю происходящее с Алексеем Березуцким провалом. Почему? Да потому что, на самом деле, его самого назначили в ППХ. Ему, в сущности, не дали возможности укрепить состав. У него из состава продали несколько футболистов довольно заметных. И поэтому, ну, какой стабильности здесь можно ожидать? Тем более, что вот многое говорится о том, что команда сумела вернуться в игру после перерыва. И, честно говоря, теоретически могла бы забить его второй гол. Может быть, и вообще поборолась бы за очки. Но, понимаете, это то же самое, что и в первые 15 минут пропустить 3. А во вторые 15 минут после перерыва, да, вот стартовые 15 минут для тайма, показать себя с совершенно иной стороны. Я думаю, что в первом случае это, во-первых, провал. А вот второй момент как раз против Березуцкого как человека, который понимает, чего он хочет. В остальном же Березуцкого, может быть, неправильно называть молодым тренером, если говорить о возрасте. Все-таки нынче молодые тренеры до 30 лет. Это вот, да, Нагельсман когда начал тренировать в команду в Бундеслиге, вы же помните, да? Но совершенно же очевидно, что опыт у него другого свойства, и как тренер он только начинает. Вот Федотов сейчас является в российском футболе, это второй аспект, о котором я хочу поговорить. Человек, который обязательно разберет тренера, которому не хватает опыта. Или есть какие-то четко просматриваемые слабые стороны и прочее, прочее, прочее. В этой связи я, конечно, нашел Федотову совершенно очевидную параллель, на кого он в этом смысле похож, и генезисом, от которого, ну, как бы, от бэкграунда отдает договорниками. И, в общем, относительным провинциализмом, ну, даже не провинциализмом, я обижаюсь, ну, провинциалы, я сам-то из Балашихи, вообще-то, поэтому я никого видеть не могу в этой связи. Вот теми немосковскостью, да? Вы знаете, он напоминает мне Курбана Бердыева. Вот такая же жесткая по форме команда, который, в конце концов, стал под руководством Бердыева Рубин, прыгнул в таблице достаточно высоко, это было еще, была еще заря сотрудничества «Зенита» с «Газпромом», поэтому тогда еще можно было, тогда еще титул чемпиона России был в розыгрыше, что называется. Вот я думаю, что Федотова правильнее всего сравнивать с Бердыевым. Есть любители у этого стиля, я не из их числа, поэтому просто пожелаю Березуцкому удачи и сохранить свой пост как можно дольше. Он определенно прогрессирует, ему есть что сказать в футболе. Валя Царубин, об этом я поговорю через две недели, когда возобновится чемпионат России, сейчас как-то все это прошло немножечко мимо меня, мне бы хотелось конкретные мысли по этому поводу высказаться. Ну а что касается Краснодара, у которого тоже началась очень неудачная серия, началась она с поражения от Кубани в Кубке, и я бы сказал, что это наиболее симптоматичная такая вещь, потому что, конечно же, поражение от Кубани для Краснодара – это болезненная эмоциональная штука, это понимают все игроки, и после этого вот еще две игры, у них ничего не получается. И вот в данном случае я вижу проблему исключительно в тренере. Заметьте, как изменился Виктор Кончаленко за последние годы. Каким он был поначалу, каким он был не то чтобы симпатичным и милым, нет, но он всегда очень конкретно высказывался по проблемам игры своей команды. Сейчас же это только общие слова. И в общем-то, если рассматривать их несколько пристрастно, то есть заинтересованно, слова Кончаленко после каждого проигранного матча можно заметить одну-две реплики, а иногда и больше, которые можно сликовать как попытку свалить все на игроков. Есть у Кончаленко и реплики другого разряда. Это когда вот вроде бы все мы сделали хорошо и как надо, но почему-то проиграли. Об этом часто говорят, вот знаете, тактические гики, я их очень уважаю, но они так и называются. Вот такая-то команда, смотрите, она же по соотношению созданных моментов и незабитых, она же вот, вот если вас начнет забивать, ну что сказать, понимаете, если вы все делаете правильно и при этом проигрываете, то я вспоминаю слова замечательной песни из памятного фильма «Вроде все, у девок есть джинсы и сигареты, совесть есть и ум и честь, а оргазма нету». Но вы знаете, это становится колоссальной проблемой в жизни. Если вы делаете все правильно, но не можете забить, если вы делаете все правильно, но не выигрываете, если еще при этом виноваты игроки, это означает, что это значит, что у вас нет контакта с командой, что вы думаете одно, а на поле происходит совершенно другое. И в общем, если честно, мне кажется, что Виктор Горченко давно пора сделать перерыв в своей карьере. Он молодой еще человек, но работает он уже 13 лет. Это если начинать с дебюта в Лиге Чемпионов, с Батэ. А до того еще, естественно, Батэ вот в Лиге Чемпионов нужно было вывести. Между прочим, успешная тренерская карьера вообще редко продолжается больше 10-12 лет. Потому что она выжигает изнутри. Если смотреть на Кочленко в последние годы, то финал его работы в ЦСКА это ровно та же самая ситуация. Когда он хочет команду одного, пытается закручивать гайки, то это только множит его недопонимание с командой. Потом вспомните его знаменитую историю с ТДСК, когда он отмахнулся от попытки Доминика приветствовать его. Возможно, была не очень местная попытка, но тем не менее, так отмахиваться тоже не стоило. У Гачалека внутри клокочет огонь, и как вот стенки сосудов, которым этот огонь клокочет, она все истончается и истончается. Ему реально нужен отдых. Это, мое мнение, никоим образом не советую. В общем, большие мальчики сами разбираются со своими проблемами. Это касается, кстати говоря, как Виктора Кончаленко, так и Сергея Гальцкого. Дай бог ему всяческого здоровья. Сегодня в наш выпуск выборного клуба нативно интегрирована компания «Авиасейлс». Нативно, подчеркну. Я уже рассказывал об этом в Инстаграме, в сторис, теперь расскажу и здесь. В Краснодаре появилась моя личная персональная мемориальная табличка. Не все удостаиваются такой чести при жизни, поэтому я крайне благодарен, хотя это довольно скромное табло. Как-то раз я ехал по Краснодару в такси и так разболтался, комментируя поездку, что таксист не выдержал моей болтовни и высадил меня. Я, кстати, болтал не просто так. Мне казалось, что мы едем длинные дороги, а в Краснодаре случаются серьезные пробки, а я очень-очень спешил. Но вот водитель не оценил. Так вот о табличке. Ее повесили ребята из «Авиасейлс» на том самом месте. У них появился раздел «Короче», в котором отмечены самые заметные места в разных городах и странах. Это очень помогает в планировании путешествий и маршрутов. Так вот, моя мемориальная табличка в разделе «Короче» разумеется тоже есть, иначе с чего бы и было огород градить. Когда смотрите выпуск, зайдите в раздел «Короче» на «Авиасейлс». Там много интересного. А сейчас продолжим о футболе. Это футбольный клуб. Я поймал себя на том, что сегодня я настроен в основном говорить о тренерах. Такая получается вот неделя. Накануне матчей сборных все рассуждают о возможных отставках, потому что есть время для того, чтобы ушел один и пришел другой в новых назначениях, и того и другого в полный вагон. Но помимо тренеров увольняемых и назначаемых, есть тренеры склоняемые. Мы возвращаемся к фигуре Юргена Клопа, который на этой неделе был одним из хедлайнеров новостей в России. Спортивный директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков сказал, что вот если бы Юрген Клоп работал в Уфе, вот пошли его в Уфу, ничего бы он там не добился. И вот тогда бы мы поняли, чего на самом деле стоит Юрген Клоп. Ну что сказать, мне это напоминает примерно вот комментарий одной российской артистки. Это было довольно давно. Вы точно не помните, потому что это было, когда в Россию приезжал Майкл Джаксон один раз в жизни, давал здесь концерт. За ним, кстати говоря, Динамо. И вот эта артистка говорила, да выпусти меня на такую сцену, дай мне таких музыкантов, да я вообще переверну весь мир, понимаете? Она плохо кочила, эта артистка, ее задавило хороводом на концерте Надежды Бабкиной. Тема, что и говорить, богатая, но довольно расхожая. Давайте попробуем ее продолжить и развить. А вот дай, допустим, дом Елизаветы Второй в деревне Гадюкино. Попробовала бы она оттуда править Англией. Вот это бы мы посмотрели, на что она способна, да? Вот так вот с коромыслом-то побегай без водопровода, да сортир на улице без удобства. Вот тут мы и посмотрим на вас, Елизавета Георгиевна. Короче говоря, дай оленю два крыла, обогнал бы он орла. И в обратную сторону. А что будет, если тренер Стукалова из Уфы... Господин Стукалов, я вас очень уважаю, извините, просто к слову пришлось. Это не я, это Алексаков поднял тему Уфы и всего остального. Так вот, а что если Стукалова, значит, Леверпуль, что будет? Вот тут мы точно знаем, не будет ничего. Это совершенно точно и естественно. Но самое главное, друзья мои, что интересного вот в этой всей истории? Спортивный директор это ведь человек, который занимается развитием спортивной службы, да? Который занимается, ну вот именно самой соревновательной частью вопроса. Делает все, кроме того, что вот непосредственно со мной выходит на поле. Я очень примитивно объяснил, но тем не менее это так. То есть получается, что тренер Юрген Клоп должен стремиться к тому, чтобы в конце карьеры оказаться в Уфе. Вот все это для того, чтобы войти в пике, понимаете? Вот туда, вот теперь-то мы все и докажем. Превратиться в аскорида, как писал Иосиф Бродский. А дело совершенно не в том, чтобы вот хотеть, хотеть, хотеть и отманяться постепенно, степ-бай-степ, подняться в Ливерпуль. Ну что поделать? Это означает, что спортивный директор просто не понимает природы спорта. И это, конечно, очень-очень по-советски. Посмотрели бы мы на этого Мухаммеда Салаха, сколько бы он голевых передач, если бы он вот две смены у станка бы простоял, понимаете? Или вот Криштиану Роналду. Ну не мужик же, понимаете? В армии ты ведь не служил, в кирзачах годик-то не походил. Ну как к нему можно относиться? Так, девчонка. Но этот спорт называется социальным лифтом не случайно, а потому что Криштиану Роналду, сын алкоголика и пьяница, умершего от циррозы печени, и Мухаммед Салах, который родился в довольно диком месте Египта, садию Моне еще можно вспомнить. Вот они пробиваются, пробиваются наверх, добиваются колоссального успеха. И в конце концов, что Криштиану, что Салах, что Моне тратят гигантское количество денег на благотворительность. В частности, на развитие тех мест, где они родились, вот в этом самом нормальном говне. В общем, какое-то смешанное ощущение, какой-то такой озлобленности, знаете? Попробовали бы вот вы здесь, а мы там. И вдобавок еще и чувство собственной исключительности. Эту тему эксплуатировал чуть раньше Григорий Иванов, знаменитый президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга, который назвал реформу чемпионата России, которая пока не принята, предложениями обкуренного голландца. И так, дескать, больше в мире нигде не делают. Григорий, дорогой мой, ну послушайте, ведь наверняка вы знаете, что наша страна ни на кого не похожа, идет своим путем и уникально. В этом смысле нам нужно как раз лелеять календарь, лелеять схему турнира, которой больше нет ни у кого и которую никто не пробовал этот раз. А во-вторых, этот изучил неожиданно простейший источник информации о Григории Иванове – Википедию. Вы знаете, Григорий Иванов – мастер спорта по футзалу. Он действительно играл в мини, это было достаточно давно. Но, друзья мои, Григорий Иванов в своей команде за три года провел 34 матча. Я уверен, что у него удостоверение мастера спорта по футзалу абсолютно реальное и настоящее, и выданное по всем правилам. Но вот как вы думаете, как можно сыграть 34 матча в высшей лиге по мини-футболу за три года и стать мастером спорта? Как вот вы думаете, это возможно? Нет, конечно, куда проще говорить об обкуренных голландцах. Кстати, этот спич состоялся примерно за две недели до того, как вот вчера буквально всем российским футбольным союзам, всей российской футбольной сборной тех и нынешних лет поздравляли с юбилеем голландца Гуса Хидинка, приехавшего в сборную России работать в 2006 году. А тогда разговоры были ровно те же. В связи с юбилеем многие из ветерей эпохи вспоминали, как Хидинг оказался в сборной России, какая была конкуренция, что там нужно было сделать и так далее. Посмотрели красные штаны, его замечают, о которых он приехал на первую пресс-конференцию, прям с самолета. Красные штаны почему-то особенно возмутили всех. Но я вам скажу другой. Гус Хидинг оказался той фигурой, о которой Россия тайно мечтала и продолжает мечтать. Это проявляется в частности и в слова Григория Иванова, и в словах Андрея Алексакова. Один из людей, с чего слово в назначении Хидинка и приглашение было решающим, сказал примерно так. Послушай, он уже добился успеха в Корее, в Австралии и с нашими папуасами тоже справится. Таким образом, мечта о том, чтобы Юрген Клуб приехал в Уфу, ну виртуально, тогда как раз и реализовалась. С юбилеем, Гус. Короче говоря, это не народная мудрость, а псевдо-народная мудрость, и его бы вот сюда, к нам. Народные мудрости часто бывают обманчивые. Вот говорят же, знаете, все знают эту фразу, да? Пиздить, не мешки ворочать. И все почему-то всегда воспринимают эту фразу, как то, что вот ворочать мешки, это тяжело. А вот это вот, ну жизнь показывает, что ворочать мешки может каждый физически здоровый человек, и даже многие женщины этим занимались на протяжении своей жизни. А вот для того, чтобы нормально пиздить, вы знаете, требуется какой-то талант. На минувшей неделе наконец состоялось назначение, я бы сказал, инаугурация Хави в качестве главного тренера Барселоны. На эту процедуру придал даже Пеп Гвардиола. В общем, с Хави его часто сравнивают, начало его карьеры. Я бы сказал скептически о назначении Хави, ну о том, что это не идеальное решение. Идеальных решений в кризисной ситуации вообще, наверное, не бывает. Давайте я все-таки побуду еще и симпатизером Хави, потому что мне всегда очень нравился этот футболист. Он представляет собой довольно яркий тип игрока, который, в принципе, не попадив в нужные руки в нужное время, никто бы о нем и не вспомнил на самом деле, потому что у Хави есть очевидные слабые места. Он может играть именно вот в системе Барселоны, именно в той системе, где работают его мозги, и не нужно слишком часто отбирать мяч. И у Хави получается крайне интересная дебютная игра, потому что это будет игра с Испаньолом. Это дерби, Испаньол всегда хочет побить Барселону. Но это команды разного масштаба, разного уровня. Именно сейчас у Испаньола действительно есть такая возможность. Барса будет после матчей сборных с новым главным тренером, да еще и с тренером-дебютантом на таком уровне. То-то будет интересно. И даже не важно, что матч пройдет на Камп Ноу. Я вас заодно приглашаю его подождать эти две недели. Я потому еще говорю об этом матче, что приглашаю вас посмотреть его на ОК, где я с недавних пор немножечко сотрудничаю с большим удовольствием, интересом и надеюсь, что это будет иметь красивую историю продолжения. Хави далеко не первая звезда своего поколения, которая пытается прорваться в топ-тренера из топ-игроков недавнего прошлого. Поэтому пути с переменным успехом проходили и Франк Лэмпорт, и Андреа Пирло, и много кто еще. Пока это получилось только у Зинедина Зидана. И его имя в последнее время склоняется, ну я уже говорю, что получается практически тренерский такой выпуск, склоняется в связь с Манчестер Юнайтед, где в очередной раз провелся у Лигунар Солцкейр, это случилось в Манчестерском дерби, и в общем, казалось бы, вопрос отставки назрел. Меня очень забавляют разговоры о том, что за это время Манчестер этот упустил Антонио Конто, который, в общем-то, как казалось бы, был главным претендентом на работу в Манчестере, если вдруг Солцкейра уволит. Вы знаете, я думаю, что если бы у Конто была реальная перспектива работать в Манчестере Юнайтед, он бы не пошел в Тоттенхэм за две недели до нынешних событий. Я думаю, что он бы подождал. Ему часто приходится ждать. У него, кстати говоря, всегда большие неустойки. Ему вообще удобно и комфортно ждать. Правда, я, возможно, недооцениваю ситуацию. Мне кажется, что Антонио Конто здорово надоела его жена. Помните, он, например, к конференции даже не взял трубку, когда ему позвонил и подшутил над бедной женщиной. Многим кажется, что решением проблем Манчестера Юнайтеда будет именно приглашение Зидана, потому что он мастер тонкого баланса между игроками. Он никогда не изъясняется схемами. Вот именно он умеет, что называется, подкрутить, подвинтить и так далее. Мне кажется, это очень интересный вариант, но, по-моему, для Зидана довольно проблемный. Ведь он не только никогда не играл в Англии, он никогда и не жил в Англии. Это совершенно другая история, совершенно другой жизненный уклад. Работая в Реале, Зидан приходил к себе домой. Там выросли его сыновья в школе Реала, собственно говоря. Там он играл, но он делал там практически все, что только возможно, и работал в Кастилье. Любопытно посмотреть на Зиданова в другой обстановке, но, честно говоря, я думаю, что он подождет другого варианта развития своей карьеры. И, по крайней мере, так по ходу сезона я очень сильно сомневаюсь, что он примет Манчестер Юнайтеда. Хотя это было бы любопытно. Я не говорил сегодня о сборной России накануне решающих матчей с Кипром и Хорватией. Не говорил, потому что, во-первых, на самом деле реалий новостей не очень много. Ну, не хочется повторяться. Ну, а-вторых, матчи сборной России, как всегда, мы будем стримить на канале Уткин Лайф. И тогда, я думаю, все мы прекрасно и обсудим. Это будет и в четверг, и в воскресенье. Поэтому давайте отложим вот до этого часа. Пока. Вы знаете, мне, правда, прям вот хочется на удачу. Немножечко помолчать накануне игры сборной. Тем более, что опять травмированные уже пошли. В заключении о золотом мяче. Начиная с лета я вам говорю, что золотой мяч получит Месси. Но вы ошибочно думаете, что это мое мнение, и я бы хотел этого. Нет. Я, наоборот, рассуждаю о том, как будет, зная, как вручается золотой мяч, и какая логика там действует. Я не за месть, ребята, в этом году. Будь моя воля, я бы отдал в этом году золотой мяч Кариму Бензема. Потому что он играет совершенно фантастически. Франция еще и Лигу нацию выиграла. Так что формальный повод, то есть большая победа с своей командой тоже есть. Вот Бензема, это действительно прекрасный был бы кандидат на золотой мяч сейчас. Он играет фантастически. Без него было бы очень плохо. Как бы не было Бензема в городах и селах. Были бы Златан и Погба, Месси, да и все нах. Вся наша жизнь игра, и если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь. Есть этот мир, как большой. Футбольный клуб. Субтитры подогнал «Симон»